всем привет с вами андрей у нас выживание в подземелье 2 часть легенда колоссе прошлой серии мы выбили колосса у нас собственно теперь колосс конь не знаю сколько он актуален но в целом такой себе конь надо будет его прокачать посмотреть на что он из себя и собственно представляет но вообще мне он особо не нравится опять же оживление героя это неплохо но в целом можно как посмотреть его будет но опять же я думаю пока наш лучший колосс поэтому давайте той же party пойдем в которой мы ходили в прошлой серии собственно значит на 44 у нас туманное болото тень зла нам дадут какой-то золотой предмет собственно уровень 38 вился нужен здесь у нас даже 41 ребята есть от 37 уровне мобов один этаж отлично поехали вызов поехали колосс дерево у нас собственно крестовый поход наш называется твоя магическая сила довольно сильно кажется и все он принял тебя загрузить его поддержку будет весьма полезно для вас но это и конец черный сеть продолжает размножаться и распространяться эти можно справиться используя силу священного создания для нас у меня есть только одна просьба надеюсь вам поможет уничтожить это что раз и навсегда противном случае это место так и будет страдать конечно враг за то что ты привел нас к эльфу света мы с радостью поможем ну вообще непонятно что нас ожидает поэтому давайте пока пойдем так посмотрим ну вот обратите внимание эти слизники появились насколько хп у них у них 3000 хп собственно бьют ударом ну скажем честно они дохлые да может мы с одного удара не ваншотнем но они от еды веков просто повапиливаются но пытается себя лечить но ему это не поможет как вы понимаете он для себя что-то кастовать будет а еще еще себе пытаться хилять будет точнее не себе а вообще всем ну как вы понимаете против яда у них нет шансов поэтому действуем по такому же принципу собираем все бафы все возможные бафы которые можем найти собственно собираем все бафы и уже под бафами идем бить финального босса которого мы сможем найти если найдем его раньше тогда просто раньше убьем их электричество массово начинаем расстреливать но вообще они достаточно сильные если бы у нас не было я да я не начал им делали очень больно достаточно бьет ядом еще плюс текущий урон вешаю достаточно сильные начинаем заливать ядом их он пытается себя лечить но ему как вы понимаете то не поможет они являются амебами соответственно против них очень тяжело подраться это просто капец какой-то собственно опять слизники давайте видимо вся локация будет в черной слизи если я правильно понял поэтому давайте их раздамаживаем тут скорее всего против черной слизи нужно было бы брать щита нашего основного чтобы урон очень большой да тут нужно было брать щита хотя они очень сильно лечатся не факт что щит бы нам помог в этом вопросе видите то есть они еще и урон блокируют начинают начинают ведь он пытается лечиться но ему как вы понимаете лечение не поможет тут два ядовика он как раз уязвим к яду поэтому мы им просто как говорится единственная против огромной слизи скорее всего нам будет очень тяжело драться но насколько я помню я дрался уже против ядовиков раньше если хватили нам урона 4 как вы видите с линии количество слизи растет давайте на них дебаф повесим начнем тихоньку раздамаживать кинем туда яд они бьют ядовика на самом деле я думаю нужно усиливаться в плане того что желательно брать бафы если есть возможность но на самом деле я не думаю что они особо сильные будут иметь ввиду в повторках потому что как вы видите яд все таки работает и яд очень сильно режет им процент на иммунитет так называемый реми стакнулась теперь у нее больше урона ну видите он постоянно лечится то есть но если не бить его ядом он скорее всего будет просто выхиливать большую часть урона либо очень сильным дпсом просто его сносить он уже силы воли в принципе неплохо единственное жалко что они низкоуровневые то есть 37 примерно скорее всего и опять же две амебы бесполезные давайте их ударим электричеством ну как вы понимаете урон скорее всего не пройдет поэтому просто заливаем переднюю позицию ядом а вторая позиция будет просто расстреливаться как видите наши даже от яда уклониться не могут что удивительно пробуем стрелять 7000 собственно выпало существо рыба давайте порыбачим посмотрим что нам выглядит выпало обычная рыба вкусная которая баф на хп дает чуть-чуть здоровье восстанавливает для нас в принципе не особо полезно 3-4 ботинки духовный урон по сути говоря бесполезные идут на хила либо на нашего рыцаря на самом деле тут скорее нужен больше дпс из-за того что их очень много этих слизняков и они хиляются постоянно из-за этого нужно очень-очень много дпсеров какую тут честно на самом деле мне не особо нравятся такие данжи потому что они скажем так мешают очень сильного общую картину портит лучше не знаю несколько этажей получить чем один этаж но вот таким вот количеством мусора настакиваем общимся начинаем расстреливать потихоньку и заливать ядом первая позиция упала я конечно могут похилить но я не думаю что это произойдет давайте перельем яд на другую позицию они почему-то раздамаживают время видимо она им чем-то насолила вот именно поэтому нужен щитовик сюда до того чтобы они даже не пытались очень сильный дамаг идет как видите наш ядовик уже устал поэтому наша задача забрать до момента пока он походит чтобы он но видите все равно он получает урон еще одна бесполезная ржавая пушка бесполезная для нас потому что у нас охотничьи ружья у нас она более сильная версия начинаем раздамаживать собственно первая позиция упала там очень мало здоровья осталось в нем второй позиции тут конечно эффективнее всего что-то похожее на лечение от моллюсков оставить но опять же лечение от моллюсков работает только на одной локации точнее на двух это лаборатории вот собственно вот это вот болото туманное болото у нас 4-4 в данный момент я напомню если кто забыл нам опять же хилку дали бесполезную для нас нам не дают упор на бафы двигаемся дальше еще одна лужа давайте порыбачим нам бабуафы дайте мне 30 процентов отлично что-то нам дали и это крепкая рыба отлично крепкая рыба дает вам доставление прочной рыбы давайте его активируем во время у нас присутствует поглощение тем самым мы можем еще раз активировать если это необходимо но для нас это не нужно у нас один этаж всего лишь давайте вверх прогуляемся для начала как видите здесь заблокирована дверь то есть это говорит о том что здесь продолжение будет этого длинного там же он и так длинный и здесь смотрите закрыто что-то это же просто офигеть можно на самом деле мне вот такие вот данжи не особо нравятся пускай лучше будет коротенький но зато по крайней мере ты не будешь постоянно ходить и плутать здесь первая позиция упала накидываем яд на вторую позицию на вторую позицию чудом покидаем 側 едвики очень сильно страдают для первого два сразу сделаю благодаря стрелку накидываем яд не знаю мне не особо нравится потому что мы грубо говоря голышом идем то есть у нас не хило ничего то есть мы если бы я ядовиков не взял я бы наверное очень долго пробивал эту компашку из того что тут прямо огромное количество ответвлений что не всегда удобно то есть выходите постоянно блуждаете блуждаете а проценты особые не растут в этой тени зла ты как вы видите тут а причем самое обидно что эти ответвления они все круговые то есть вы скорее всего придете рано или поздно как вы видите на круг поэтому не всегда удобно вроде урона много толку то вот видите то есть осталось чуть хп по идее она должна лет дотечь но она сейчас возьмет не дотечет еще и ударит с руки при этом ветер а поэтому надо лечить ядовика номер два потому что он очень сильно проседает всего лишь только 25 процентов офигеть локации конечно ужасная и тут еще и заветвление офигеть а чтобы вы понимали я прошел много повторок и в повторок вот такого детского сада нету то что вы там круговые локации делаете такого в повторках нету то есть вы сразу прошли и сразу как говорится не заморачивайтесь грубо говоря самое обидно что урона не хватает добить ведь он полечил стреляем по вторую позицию как и яд накидываем тоже на вторую позицию переносной армии работы до на 3 хода добираем тогда первую позицию ну и вторая сама выбирать нам дали склянку это зелье удара неплохо по крайней мере плюс один баф давайте в бахнемся по крайней мере мы чуть чуть посильнее стали ну как персонажи замедлились это просто капец что вы понимали я просто привык бегать на спринте а у меня на софии присутствует но она священник у нас является присутствует спринт и поэтому я очень очень быстро бегаю на спринте а это прям как черепаха ходит трое давайте бахнемся как минимум пару раундов вы точно здесь про про держимся но это скорее всего на вторую позицию нам заливать уже вы так доколупались добился натана а я думаю надо поменять местами для того чтобы она вот видите да но вот как это работает она почему-то не погибли самое обидно что вроде бьешь их ядом они сторонник дохнут и живы толстые а давайте поменяем их местами железная кольчуга да как же ты долго ходишь а такое чувство что знаете он стал еще медленнее ходить о гигантский слизняк нам сто процентов сюда давайте отпинаем эту компашку вот именно это должно быть тело черной слизи как вот так вот сгорит дотла слизь не сможет размножаться я использую огонь чтобы зреть его дотла на встречу с лидером противника какие-то бафы тут висят мысль насколько я помню про этого противника его бить бесполезно у него физа очень сильная и нужно бить именно симбиотов его поэтому его расстреливать бессмысленно симбиоды сами его выпилят можно просто так накидать но это все бесполезно потому что как я говорил ранее 7 и он сейчас размножится и через и его симбиоды и нужно убивать именно самих симбиодов до этих четырехтысячных вы убираете этих симбиодов и тогда собственно он тоже получает урон удар парами очень больно как ведь он получает урон две тысячи но он и лечится кстати говоря и непонятно как тогда его убить я думал мы его раздамажим в любом случае здесь конечно каждый ход призывать симбиодов не будет а мы кстати его скорее всего не убьем а а Как вы видите, он, грубо говоря, от себя отделяет, но он охиляется от этого, поэтому мы, скорее всего, его и не убьём. Он мне сейчас просто стрелка убьёт, вторую позицию имеется в виду, нам нужно поменять их местами, стрелка закинуть на последнюю позицию для того, чтобы он делит урон. То есть против симбиота, судя по всему, нужно с щитами идти, потому что по-другому мы не сможем его пробить. Либо сюда нужно переставлять позиции и менять местами. Менять позиции местами для того, чтобы наш враг не украг. Смотрите, он всё равно бьёт первую позицию. Непонятно. Добираем. Наш стрелок скоро настакается, он просто всю эту компашку распотрошит. И они нам при этом ни хрена не смогут сделать, потому что им просто урона не хватит. Как вы видите, они всё равно ядовиков бьют. Без логики вообще. Слизь издаёт волны за волнами никакого уезжащего звука, его форма постоянно меняется, меч вставляет только среды на его теле и вскоре восстанавливается оружие. При прикосновении к нему прилипает к телу чёрный слизь. Даже самая фиктивная магия не может нанести ему смертельный удар. Что это такое? Огонь не действует на него. Оно пожирает нашу силу. На самом деле его можно убить. Огонь малоэффективен, но полностью покрыт монстрами при прикосновении не может вспыхнуть должным образом. Не знаю, что и делать. Есть идея. Вы должны, вы должно быть нашли способ. Именно нужно найти легко устанавливающие материалы и дать ему их проглотить. Потом дадим немного огня и бум. Точно будет много таких материалов. Ты хочешь сказать, я опять с этой слизью драться буду? Да вы троллите. Ну почему мне не дали его добить, а? Что за детский сад? Вот честно, очень сильно бесит. Вот это вот растягивание, знаете, из мухи слона. То есть я его убил бы 100%, но из-за того, что вот я сейчас буду ходить искать всякие материалы несчастные. На самом деле сюда нужно со щитовиком скорее всего идти, потому что наши ребята будут проседать по хп. у меня потому что реми настакалась бы и я просто их бы убил. Причем 100%. У них не было бы шансов, потому что реми просто бы настакалась и убила их. У нее идет повышение урона за убийство цели. То есть чем больше цели она убьет до 10, и так до конца боя. Соответственно, она просто бы настакалась и убила бы всех. Мне нужно было просто чуть-чуть подождать. Опять круговые локации, как же бесит, а? Но вы сами видите, что тут по сути не сложно, тут скорее запутано, из-за того, что вам приходится постоянно кругами ходить. И вот как вы, идиоты, ходите туда-сюда, туда-сюда. Тратите свое время на откровенную хрень. Но мы, скорее всего, не пробьем его, хотя можно попытаться. Да, мы его смогли все-таки ваншотнуть. Реми молодец в этом вопросе. Собственно, доливаем на него яд. Честно, очень сильно вот это вот и бесит из-за этого. Вы постоянно ходите туда-сюда, блин, как идиоты. Пытаетесь найти хоть что-то, а они постоянно... Ищите материалы. Да нахрена их искать? Мы бы его и так убили. Не, я серьезно говорю. Мы бы его у нас еще убили бы эту слизь. Я просто с ней уже встречался на Мастере Арена. Мастер Арена это, собственно, такой НПС, который попадается в локации. Вам дают чертеж за бой с боссом. Собственно, и вот и Мастер Арены, собственно, мне как раз этого слизняка дал. Да, он был ниже уровнем, но факт остается фактом то, что я с этим слизняком уже дрался. Я тоже пытался его думать сначала, но на него урон просто не проходит элементарно. И непонятно, как его бить. Я его бил, 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 потом он что-то как-то вообще не бился. Я понял, что нужно бить именно его слизь, потому что по-другому его не раздамажить. Вот почему нам нельзя просто элементарно... Тут, видите, очень много этих захолустьев, этих несчастных. Из-за этого вы постоянно будете туда-сюда походить, туда-сюда. Причем самое обидное то, что, по сути, мы бы его убили 100%. Но из-за того, что игра посчитала, что, видишь ли, мы слишком слабые против него. Но вот вы сами видите, да? Надо же голос сел от этой хрени. Капец, а. Ну, я говорю, вот сделали откровенно через одно место, бля. Нужно бегать, искать этого клоуна. Почему не дать его просто убить по-быстрому и двигаться дальше? Нужно его бегать, искать, блин. Где же это существо прячется, блин? Ну, вот вы сами видите, но... Я просто нет слов, честно. Одни эмоции. Честно. Детский сад просто какой-то. Эти симбиоды – это такой детский сад просто. Это тело его защищает. Оно на себя защиту скастовало. А ты в курсе, что тебе защита не поможет против яда? То есть симбиоды сами себя защищать еще могут. Как бы это смешно не звучало. Дай угадай, а в центре карты наш босс, да? Да кто б сомневался, блин. Ой, блин. Не то, чтобы я не хотел пройти, наоборот, я заинтересован в том, чтобы пройти. Просто, честно, размораживают именно сама вот эта вот тягомотина. То есть вы ходите на одной локации и тупо пытаетесь убить хоть кого-то. По понятным причинам вы не сможете убить хоть кого-то, потому что вам это просто элементарно сделать не дадут. Вам искусственно растягивают его. То есть один уровень, и вы постоянно ходите кругами из-за того, что такой уровень очень мерзкий. На самом деле, слава богу, что такого не сделано в повторках, потому что это откровенно был бы треш. Тут, судя по всему, тоже должен быть рычаг. Сейчас опять какая-нибудь слизь бахнется на защиту, и мы будем ее пробивать, да? По-любому. Вот, вот видите, тело бафнулось на защиту, и оно сейчас мы просто не сможем пробить. А вот эта закалка, которая у этой слизи присутствует, она не дает ей возможность пробить. Тем самым слизь дольше живет. Не знаю, сколько у него хп. Давайте посмотрим. Не святой урон с течением строительства. Действие уменьшает не святой урон. То есть нужно им бить именно святым уроном здесь. А святой урон у нас в основном наносит либо священники, как вы могли догадаться, либо рыцари. Но в большинстве случаев они, конечно, эффективнее всего сюда рыцари тащить. Либо священника. Ну, вот сюда, скорее, я думаю, нужен священник был. Я зря второго юрлика сюда взял. Что-то опять открылось. И вверху финальная, видимо, локация. Ой, блин. Честно, опять это слисим и опять мы с ней драться будем. Да серьёзно. Мы бросили то, что собрали и разожгли огонь. Как я предлагал, вы люди очень умны, но не то, что эти тупые браконьеры. И мы опять дерёмся с этим слизняком. Нахрена нам два боя-то с ним? Честно, у меня просто нет слов. Верите? Ну, без комментариев. Сейчас нам опять скажут, вы его не можете победить и делайте, что хотите, но вы его не убьёте. тут нужно менять позиции. Ну и чтобы Рэми настакала себе урон просто тупо. На самом деле мы бы убили и этого слизняка, но, как видите, нам не дают его просто по сюжету убить из того, что, видишь ли, нам нужно нажать рычажки, иначе мы просто не пробьём. Массовый урон это чудо ударило. Начинаем заливать это чудо ядом. У него массовый урон или что там? Случайная цель наносит урон ядом. Но мы, скорее всего, погибнем. Собственно, давайте посмотрим, что у нас тут. 45 яд, 7000. Давайте ударим едиком. Ой, блин. Ой, блин. Ну, как вы видите, очень много урона мы получили. минус 6000. Мы убьём этого слизь, но проблема в том, что урона не хватает. минус 600. Ну, что такое за минус 600? Ой, блин. Ну, у него очень сильная защита. Минус 7000. Всё. Я говорю, вся слизь. Вы понимаете, вот насколько... Чёрная слизь погасила много предметов. Пламя яростно горит в его теле, сдавая трескучие звуки и спуская много чёрного дыма. Его форма меняется, сбивается и выглядит достаточно болезненно. И вскоре его поглощает огонь. Кирас храбреца. У нас уже есть кирас храбреца. Единственная, она ниже уровня. Ну, собственно, пробили. Квест закончен, можем выходить. После Эксиона по дороге вела себя очень странно Софья. Софьи там вообще не было. Что случилось, Софья? Я чувствую, что что-то зовёт меня из запретного леса. Зовёт? Это твои внутренние демоны или что-то другое? Тебе нужно, чтобы мы тебя проверили. Оно не кажется мне плохим. Нужно попросить вас проверить меня. Я чувствую, что Бог даёт мне какое-то испытание. Тогда позвольте мне помочь. Чтобы попробовать причинить тебе вред, я быстро с ним разберусь. Пути открыты. У каждого героя есть свои независимые вызовы, которые распространены на карте. Чтобы бросить вызов героя, соответственно, герой должен стоять в группе. После завершения испытания героя войдёт в статус резидента и каждый день гарантированно будет одно испытание для героя. Каждый день лорд может завершить только один вызов участника группы. Средняя сложность или тяжёлая сложность имеет одинаковое количество шансов на вызов. Путь героев не меняет статус героев. Каждый вход используется только один таинственный ключ. В случае провала не появляется вертельный эффект черты и не потребляется шансов вызова в течение дня. Но таинственный ключ не возвращается. В общем и целом это прокачка, как я понял, героев. Мы пробили, собственно, локацию, так называемое болото. Болото мы пробили с горем пополам. Давайте посмотрим визуально. Как вы видите, болото мы пробили и, собственно, теперь доступно оно для повторки. Туманное болото, 38 уровень, можно на повторку ходить. Слава тебе, господи, я уж думал, мы не пробьём. Ну, собственно, есть призрачные угрозы. Это 42 уровень, ребята, должны быть. И портал какой-то открыл с испытания Софьи, испытания Стэна. Но, опять же, это мы уже будем потом разбираться, либо я без вас с этим разберусь и мы вместе с вами сюжет пробежим. Посмотрим, как пойдёт. Открыло новое испытание Стива, призрачные угрозы, испытания Софьи, открыты Тень Зла и Туманное Болото. Собственно, мы пробили. Всем спасибо за просмотр. На самом деле, мне данж не понравился. Мы убили бы этого симбиода в любом случае в первый раз. Ну, а чуть дольше по времени, причём даже в первый раз он оказался слабее, чем во второй. Потому что во второй раз он массовый урон нанёс. Поэтому, если вы пойдёте сами на симбиода, берите туда щитовика, то есть софу, которая накроет вас щитами. И просто пробиваете эту слизь, когда она входит в кокон свой духовным уроном, то есть её первым скиллом. И тогда также туда обязательный ядовик. Ну и, собственно, рэми. Либо какой-нибудь огневичок. Но, опять же, на последнюю локацию эффективнее всего ядовичок. Потому что слизь у из зимы только к яду, это несчастное. Вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.